Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня, как никогда, замечается красный цвет, еще зеленый цвет появляется. Кто решил, что красный цвет – это цвет Рождества? Не знаете? Да, Сергей. А, Сергей решил. Все, отлично. Все, братья и сестры, мы знаем, кто виновен. Если на вас ваша жена одевает красный галстук, звоните Сергею, жалуйтесь. Хорошо. Что? История умалчивает. Хорошо. Если вы принесли с собой вашу Библию, пожалуйста, откройте Исайя 6 глава, извиняюсь, 9 глава, 6 стих. Исайя 9 глава, 6 стих. Давайте прочитаем вставше. Это стих вы наверняка знаете наизусть. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот опять незаметно подкралось к нам Рождество. Очень много с Рождеством связано, знаете, такой суеты, спешки, волнения. Хочется никого не забыть, кого-то поздравить. Даже сегодня утром я думал, кого же еще я забыл поздравить, кому еще нужно написать сообщение с Рождеством. Мы переживаем сильно, чтобы кого-то не обойти, кого-то не обделить. И очень много-много тратится времени на то, чтобы купить подарки, приготовить стол. В Америке родители тратят примерно 276 долларов на каждого ребенка на рождественские подарки. 276 долларов на каждого ребенка на рождественские подарки. Я думаю, сейчас родители некоторые считают в голове, думают, ой, я еще сэкономил. Да. Американцы тратят примерно 886 долларов на все рождественские подарки, которые они покупают. То есть на детей уходит достаточно немаленькая сумма. Три часа люди обычно проводят в очередях в магазинах при покупке подарков. И еще три часа тратят на то, чтобы подарки запаковать. Женщины тратят в среднем 20 часов на покупки рождественских подарков, в то время как мужчины тратят только 10 часов. Вот тут вопрос. Либо женщины более детально и аккуратно относятся к этому вопросу, или мужчины более решительные. Пришел, увидел, купил, подарил. А потом уже подумал. 6.1 миллиарда долларов тратится только на рождественские елки в год в Америке. Все праздничные продажи в этом году должны достигнуть новый рекорд в 942 миллиарда долларов в Америке. Каждый год эта сумма растет. В этом году она, по-моему, выросла примерно на 8% по отношению к прошлому году. 10% европейцев влезают в долги из-за рождественских покупок или подарков. Но это 10% европейцев. В Америке 41% американцев готовы влезть в долги ради рождественских подарков. Либо это кредитная карточка, или какие-либо другие долги. Недавно я видел статью, в которой было написано так по-английски. The holiday is becoming a less religious occasion for millions of Americans. То есть наблюдается тенденция в Америке, что праздник, Рождество становится все менее-менее духовным праздником, менее-менее религиозным праздником и более-более секулярным или таким мирским праздником. То есть просто праздником, не связанным никак с христианством. Недавно я был на одном общении с ребятами, и там были пару ребят, братьев, которые недавно пришли к Богу, и они росли как бы в неверующей семье. И некоторые поделились со мной, сказали, что когда они пришли в церковь, они были очень искренне удивлены, что Рождество связано со Христом. Они настолько росли с детства и были научены, что Рождество – это просто елка, подарки, огни, что когда они пришли в церковь, они были просто удивлены, что вообще Рождество связано со Христом. И знаете, вот такая может быть, ну это конечно такой экстрим, можно сказать, у неверующих, Но у нас может появиться такая тенденция, что Рождество у нас на практике, мы, конечно, внутри хотим сказать, что Рождество – это Христос, но на практике у нас Рождество может становиться все менее-менее о Христе и все более-более об этой суете и заботе. Даже не знаю, как у вас, но у меня на работе, когда говоришь с людьми, спрашиваешь, как праздники, как подготовка и так далее, ну как бы такая, знаете, стандартный вопрос, можно сказать, в декабре, и многие так вздыхают и говорят, о, столько стресса, о, я уже все купил, все, я теперь спокоен. И как бы чувствуешь, что у людей вот как бы с праздником Рождества даже появляется какой-то стресс, волнение, в то время, когда это должен быть праздник такого, знаете, наоборот, наслаждения, а не волнения, не стресса. Что нам делать, чтобы не потерять фокус на главном? Как говорится, keep the main thing the main thing. Как нам сделать так, чтобы самое главное оставалось на главном месте, а все второстепенное оставалось на второстепенном, и чтобы не произошла эта подмена, когда второстепенное становится главным, а главное, куда-то уходить на последний план. Мы суетимся, мы бегаем, бегаем, и потом, а, да, надо помолиться, надо спеть песню «Тихая ночь». Мы спели, помолились и успокоились, все, мы как бы дань отдали этому празднику. Знаете, вспоминается история про Марфу, вспоминается история про Марфу, я кратко прочитаю эту историю. Женщина именем Марфа приняла его, то есть Христа в дом свой, у нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. «Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Знаете, это вообще отдельная тема, может быть, когда-то будет отдельная проповедь на эту тему Марфы и Марии. Я часто задавался вопросом, вроде бы Марфа не делала ничего плохого или неправильного, она заботилась о гостях, она заботилась о столе, она заботилась о том, чтобы вот этот день прошел хорошо. И мы можем думать, ну что плохого, мы заботимся о столе, мы заботимся о нашей семье, о подарках, чтобы праздник прошел хорошо. Но здесь Иисус говорит, что ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Интересно, что Иисус, как бы даже, можно сказать, не объясняет, что это. Но вот в следующем предложении говорит, «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Интересно, то, что есть вещи, которые могут у нас отняться, есть вещи, которые у нас не отнимутся. Есть вещи, которые мы можем потерять, есть вещи, которые мы никогда не потеряем. Есть вещи, которые временные, а есть вещи, которые вечные. Джим Эллиот сказал так, я прочитаю по-английски, и потом скажу перевод. Вовсе не глупец тот, кто отдает то, что все равно не сможет удержать, чтобы приобрести то, что не сможет потерять. Вовсе не глупец тот, кто отдает то, что все равно не сможет удержать, чтобы приобрести то, что не сможет потерять. Суть заключается в том, что есть временные вещи, которые мы потеряем все равно, и есть вечные вещи, которые мы никогда не потеряем. Есть физические миры, есть духовный мир. И вот об этом здесь Иисус и говорит, что то, что Марфа делает, вот эта вся еда, вот эта суета, она пройдет, забудется и останется на земле. А есть вечные вещи, есть духовные вещи, на которые мы порой обращаем меньше внимания, но они на самом деле намного-намного важнее. И насколько это хорошо и правильно, когда мы в нашей духовной жизни делаем вот этот, знаете, замен или обмен, когда мы отдаем какие-то временные вещи ради вечного. Ради вечного. Ради того, чтобы нам внутри духовно расти, а не ради того, чтобы иметь что-то внешнее. И вот этот стих, который мы читали в начале, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Сын дан нам. Нам дан этот подарок. Мы получили этот подарок. Но нужен ли нам этот подарок? Он нам нужен? Нам Христос нужен? Как христиане мы, конечно же, хотим сказать, и мы знаем правильный ответ. Да, Христос нам нужен. Но нужен ли он нам на самом деле на практике? Как часто мы задумываемся, давайте проверим даже сейчас во время праздников, как часто мы задумываемся о том, что нам нужен Христос, нам нужен этот подарок. Мы рады, что Христос пришел на землю. Не потому, что с этим связаны красивые песни, не потому, что с этим связана елка, не потому, что с рождением Христа связаны подарки, такой, знаете, приятный ужин с салатом оливье. Не поэтому. А потому, что действительно, вот если вот это все убрать, Мы были бы рады Рождеству, мы бы думали о том, как мы рады, что Христос на самом деле пришел на землю, в глубине нашего сердца. Мы ощущаем нашу нужду во Христе не за какой-то вот эти, знаете, сентиментальности или ностальгии, а именно сам Христос. Нужен ли он нам? Знаете, вообще говоря о подарках, бывают подарки, как сказать, делят на две категории, хорошие и плохие. Бывают подарок, ты получаешь, и ты ему очень рад. Думаешь, вау, как человек вот, знаете, либо угадал, либо знал. Думаешь, вот как вот подгадал, вот супер, вот прямо мне вот это было нужно, очень необходимо. И вот хороший подарок мы называем, это подарок, который нам нужный, мы думаем, он будет нам полезным, он подходящий нам, может быть, он подходит нам по вкусу, приятный. Порой даже может быть то, что мы сами себе не могли позволить или купить. Плохой подарок, это подарок, который мы думаем, он вообще, как, знаете, говорится, ни к селу, ни к городу, он не нужный нам, не подходящий. Мы не знаем даже, как его применить в нашем повседневном обиходе. Мне один раз на работе попалась подставка для бутылок вина. Я думаю, ну вот все, куда мне теперь эту подставку девать? Вот. Или подарок, который мы совсем не ждали, или подарок, которым у нас совсем нет нужды, мы не знаем, как его применить. И знаете, даже есть целая категория вещей, которые считаются как бы, ну, нехорошей идеей дарить такие вещи другим людям. И по статистике один из десяти людей после Рождества не возвращает свои подарки в магазин. То есть десять процентов – это промах. Если у вас когда-то произошел промах, у вас десять процентов – это вам разрешено. Вот. И примерно сумма – это пятнадцать миллиардов долларов – это примерная цена ненужных или нежеланных подарков. То есть это достаточно частое явление, когда человек получает подарок, и он ему не нужен. Он ему неприятен, и совсем он не знает, что с ним сделать. Вот вопрос. Вот мы читаем, что Сын дан нам, нам дан этот подарок. Нам нужен этот подарок? Мы ощущаем, что этот подарок нам нужен, что он нам приятен? Или же нет? Кому был нужен Иисус? Если мы почитаем в Библии, мы видим целую группу людей, кому он был нужен, но также мы видим целую группу людей, которым он не был нужен. Которым он не был нужен, которые не приняли его. С самого рождения мы видим историю, как Ирод гонится за Иисусом и хочет убить его еще, когда он маленький, потому что это была угроза. Угроза его статусу, угроза его, как сказать, власти, угроза его богатству. Хотя, если так подумать, если родился младенец, ну еще сколько лет нужно, чтобы он вырос, чтобы вообще для тебя быть угрозой, но его это привело в смятение, его это привело в смятение. Может быть, Христос является угрозой для нас, может быть, Христос является угрозой для того, что мы уже нажили, что мы уже установили в нашей жизни. Мы не хотим ничего менять. Многие неверующие люди, которые потом стали верующими, они говорят, что мы отрицали Христа и мы отвергали Христа и христианство, потому что мы знали, что если мы придем к Богу, то нам нужно все поменять. А менять мы ничего не хотели в своей жизни. Христос не нужен был фарисеям. Они имели свою религиозность, они имели свое влияние, они имели свою самодостаточность. И им не нужен был Христос. Им не нужен был Христос. Они хотели от Него, наоборот, избавиться. Он был очень-очень им неудобен. И, в принципе, они достигли своего, когда повели его на крест. Но мы знаем, что Христос воскрес. Пилату он был также не нужен. Он был просто неудобен ему. Пилату хотелось, может быть, отдохнуть в тот день, не заниматься какими-то разборками. И тут приводят Иисуса, спорная фигура, и Пилату он был просто неудобен. Даже ученики в какой-то момент оставили Иисуса, увидели в Нем слабого лидера, не видели, не понимали того, что Иисус на самом деле делает, но не оставили Его. Потом в конце мы видим, что Иисус не был нужен и толпе. Та толпа, которая клала пальмовые ветви, постелала свои одежды, которая видела все чудеса, которые творил Иисус, они тоже Его оставили, и Он был им не нужен. Они не оценили этого подарка, они не видели в Нем ценности, они не видели в Нем того богатства, которое Он принес им. Но мы видим также и людей, которым Он был нужен. Мы видим пастухи, мы видим волхвы, мудрецы с Востока, которые пришли поклониться Ему. Мы видим предателей, воров, которые приходили к Иисусу, такие как Закхей. Мы видим людей, прошедших через развод и сожительствующие люди, как Самарянка, которые приходили к Иисусу и видели в Нем нужду. Мы видим людей, помненных во грехе, которые живут с позором, которые не знают, как вернуться к Богу. Мы видим вот эту женщину, которую хотели побить камнями. Но Иисус ей что говорит? «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Иисус дает этот шанс ей восстановиться. Иисус был нужен утопающему Петру, Он также был нужен калеке в Вефезде. Он был нужен преступнику, несущему наказание за свой грех, за свое преступление, как тому разбойнику на кресте. Он был нужен, нужен этим всем людям. Но нужен ли Он нам? Видим ли мы нужду в своем сердце? Объективно, Он был нужен и тем, и другим. Он был нужен и фарисеям, и Он был нужен и грешникам, и мытарям. Но только одна из этих групп осознавала свою нужду в Иисусе. Только одни понимали свою нужду и искали Его. Другие же не искали Его. Они искали только как убить Его. Чтобы на самом деле почувствовать радость Рождества, нужно оценить подарок, данный нам. Вот это, наверное, я хотел бы, чтобы была такая, знаете, ключевая мысль моей проповеди, чтобы нам на самом деле почувствовать радость Рождества, которая не заключается в каких-то временных вещах, как елка, стол, подарки. Чтобы нам на самом деле почувствовать радость Рождества, нам нужно оценить тот подарок, который дан нам. Оценить вот этот приход младенца на землю не просто вот в яслях, но помнить также всю дальнейшую жизнь Иисуса, для чего Он пришел. Чтобы пострадать, чтобы дать нам жизнь вечную. Если мы этого не оцениваем, то тогда и Рождество для нас не будет таким ценным. Да, оно будет иметь ценность, но она будет временная ценность. Она не будет ценность, которая будет оставаться в нашем сердце, вечная ценность. Если Христос для меня не ценность, то и Рождество это будет просто суета, подарки, покупки, стресс, волнение. И даже как некоторые люди говорят, ой, скорее бы уже праздники прошли, чтобы уже мне успокоиться. Тогда это будет просто вот такое волнение, и у нас не будет мира, мира в нашем сердце. Знаете, фарисеи думали, что проблема в людях вокруг них, но только не в них, только не внутри них. Им не нужен был Иисус, потому что они не видели в себе проблему, они видели проблему только вокруг себя. Знаете, если ехать в автобусе, скажем, в каком-то общественном транспорте, и в этом автобусе стоит человек, который не попользовался дезодорантом. Да, и все вокруг чувствуют этот запах, но сам человек этого запаха не чувствует. Как сказал один инженер у меня на работе, говорит, что иногда нос нужно откалибрировать, иногда нос привыкает к какому-то запаху. И вот бывает у людей, как бы у нас в нашем духовном состоянии, мы настолько привыкли сами к себе, к нашему поведению, может быть, у нас какие-то извинения есть, вот такой у меня характер и так далее, что мы сами, как говорится, всем людям вокруг ясно, что у нас проблема, но нам самим непонятно, мы уже привыкли к этому, и нам нужна эта перекалибровка. Вот у фарисеев было примерно то же самое. Они настолько были сами в себе уверены, что проблема не в них, проблема вокруг них. Знаете, сегодня это очень-очень хитрая уловка дьявола в духовной жизни. Мы очень много негодуем насчет греха вокруг нас в мире. Ну, например, когда мы читаем новости, вникаем в политику, мы можем негодовать, какой у нас там президент или сенатор, какие там законы, что там в школах происходит, или у губернатора нашего штата и так далее. Мы можем негодовать обо всех этих вещах или там что на работе у нас происходит. Знаете, такое, знаете, негодование, негодование, негодование. И может быть, мы даже правы, что это все неправильно происходит. Но это все, знаете, это негодование направлено навне нас. То есть все вокруг нас плохие, И в этом свете мы хорошие. Мы забываем негодовать о грехе в нашей жизни. Мы забываем негодовать о грехе, который находится в нашем сердце. То же самое можно наблюдать в современной психологии. И даже это проникает в христианство, когда проблема не во мне, проблема вне меня. Это воспитание, это учителя, это еще что-то, какое-то влияние. Вот мои соседи, мои напарники на работе меня терроризируют и выносят меня из такого состояния спокойствия. И всегда вина вне меня. Виноваты люди вокруг меня. Если бы люди вокруг меня были хорошие, тогда бы я был бы хороший. Но так как у меня плохие люди вокруг меня, то это не моя вина. И мы виним других людей. И в личных отношениях это может наблюдаться, когда в какой-то дружбе какие-то натяжки происходят. И человек говорит, нет, тот человек виноват, не я виноват. Часто это можно на работе наблюдать между напарниками, когда один обвиняет другого. Ты думаешь, вау, действительно он плохо поступил. А потом с тем говоришь, и выясняется, что тот неправильно поступил. И думаешь, кому теперь верить. Вот это, знаете, обвинение, постоянная проблема в ком-то другом, но не в нас. Мы не замечаем эту проблему внутри нас. Знаете, наверное, даже задача в какой-то мере... Мы настолько осуждаем фарисеев, что мы можем даже не заметить фарисеев внутри себя. И, наверное, задача каждого из нас в какой-то мере заметить этого фарисея в своем сердце. Чтобы увидеть, где мы поступаем неправильно. Где мы поступаем неправильно. Как один профессор, который преподает историю нацистской Германии, он говорит, когда он начинает свой курс, начинает свой урок, он говорит своим студентам, как вы думаете, вот если бы вы жили в нацистской Германии, вы бы на какой стороне были? Все поднимают руку и говорят, что мы были бы на стороне... Ну, против, мы бы пошли бы против власти, мы бы пошли бы против политики нашей страны и так далее. Он говорит, ну знаете, статистика показывает, что большинство людей, они поддались, поддались этому влиянию, поддались и действовали вместе, вместе с правительством. Это показывает то, что мы очень быстро осуждаем других людей, не замечаем греховных тенденций в своем же сердце. То же самое можно вспомнить учеников, которые говорили, что мы не предадим тебя, мы не предадим тебя. Петр говорит, я не предам тебя, но потом, когда доходит дело до, как говорится, when the rubber hits the road, когда доходит дело до дела, то, как говорится, человек слабеет и теряется, и грешит. Поэтому очень легко обвинять других, но не видеть самому нужды во Христе. Очень легко говорить, что Христос нужен людям вот там, вот за стенами Дома Божьего, за стенами церкви. Но как важно нам самим увидеть в себе грех, самим себе увидеть эту греховную тенденцию, самим понимать, что нам нужен Христос. Мы, три грешники, знали свою нужду во Христе и Спасителе, фарисеи этого не видели. Рождество – это не только надежда для мира вокруг нас, для греховного мира, как мы говорим, или неверующих людей. Но Рождество – это также и подарок для нас, для христиан, который мы не должны забывать. Несмотря на нескончаемые проблемы этого мира, все, что происходит вокруг нас, нам нужно увидеть нужду во Христе внутри нас. Это не только надежда для мира вокруг нас, но надежда для нас, для тебя и меня, несмотря на наши нескончаемые проблемы, на наши личные какие-то проблемы. Поэтому хочется заключить словами, что Рождеством наслаждается поистине тот, кто осознает свою нужду в Спасителе. Тот, кто осознает свою нужду в Спасителе, тот на самом деле ценит и дорожит тем подарком, который нам дан. То, что Сын дан нам, становится для нас, знаете, такими драгоценными словами, приятными словами для нас. И мы радуемся этому подарку больше, чем каким-либо другим подарком. На этом я хотел бы закончить мою проповедь. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. 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 Аминь. 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 Аминь.